Здравствуйте! Сегодня в нашей передаче мы поговорим о горе Высокой, о рудах и минералах Урала. Нижний Тагил своим рождением был обязан горе Высокой, около трех веков питающей металлургические заводы города. История открытия месторождения железных руд на горе Высокой теряется в далеком прошлом. Жившие в районе горы коренные жители Вагулы вырабатывали из руды отдельные предметы домашнего обихода в примитивных кузнецах. В архивных документах встречаются упоминания о наличии руд на горе с 1696-1797 годов. Однако первая официальная заявка была подана Верхотурскому воеводе Алексею Калитину местным Вагулом Яковом Савиным в 1702 году. Эта первая заявка была оставлена без внимания. Иссалин повторил ее в 1714 году Демидову, приехавшему на Урал в связь передачи Невьянского завода. Работы здесь закипели. В 1745 году правительство разделило высокогорское месторождение между тремя наследниками Демидовых. И с этих пор рудник снабжает Нижнетагильский, Алапаевский, Ревдинский, Верхесецкий, Суксунский и Невский заводы. В 18 веке железо было главной статьей экспорта России. Франция, Пруссия, Бельгия покупали миллионы пудов металла. На горе Высокой поднялись тогда Демидовы. Но и подрядчики, администрация рудника тоже имели свой интерес. Немедленные и максимальные прибыли не давали возможность организовать обработку запасов руд грамотно. Горные работы велись мелкими уступками, заходами на отдельных разрозненных участках. Как в то время говорили горняки, в ямах. Эти хищнические методы разработки, крайне техническая отсталость, крепостные и полукрепостные приемы жестокой эксплуатации – история и реальность горы Высокой. Объемы работ поражают своей величиной. В основной рудоносной зоне выработки углубились на 275 метров. За более чем 250 лет работы на месте, где была гора Высокая, стала яма глубокая. Из почти цельного тела горы магнитного железняка за это время достали 300 миллиардов тонн высококлассной руды. Все, чем гордится Нижний Тагил, чем он богат и знаменит, связано с горой Высокой. Металлурги, строители, вагоностроители, химики – все зависели от разработок Высокогорского рудника. Гора господствует над городом, постоянно напоминая о себе. В Тагиле, куда бы ты ни пошел, всюду видно гору Высокую. В XVIII веке на Урале были найдены сотни месторождений рудопроявлений и полезных ископаемых. Только в районе Тагила их было 1200. По старым чудским копьям открывают гумюшевское месторождение меди, известное всему миру по сказам Павла Бажова. А в драгоценных каменьях Мурзинской самоцветной полосы, идущей по восточному склону от Алапаевска-Дорежа, уже щеголяют модницы на баллах в столице. Такая масса редкостей, найденных на Урале, породила большое количество коллекционеров. Первыми из них были Демидовы. Сын Никиты Акинфи, обладавший неукротимой энергией, жестокий и гордый властелин, положил начало музею, хранилищу заводских продуктов и редкостей. Позже для участия в международных и российских промышленных выставках были изготовлены специальные рекламные изделия. Железные крендели в несколько пудов весом, перекрученное и полосовое железо, другая медная, стальная и чугунная выставочная оказия. Всего более двух тысяч сортов железа и коллекция медных руд. Во время своего заграничного путешествия Акинфий Никитич Демидов приобретает минералогическую коллекцию во Фрайбурге, а позже он дополнит ее уральскими минералами. Практически все заводчики Демидовы увлекались коллекционированием раритетов. В Нижнетагильске часто посещали высокие персоны. Например, позже, в 1837 году к приезду будущего царя Александра II была организована выставка, а на ее основе открыт Музеум естественной истории и древности. Из первых экспонатов этого музея сохранились чучела попугая и фазана. Целыми коллекциями отправляли Демидовы, минералы и руды в престижные европейские музеи. И все же самый первый знаковый экспонат остался в музее Нижнего Тагива. Во время все той же поездки Акинфий Демидов заказывает немецким мастерам рудную пирамиду – символ горных богатств Урала. Это кованая медная горка, внутри которой находится рудокоп. В немецком кафтане и шляпе. На медной пластинке, прикрепленной к основанию пирамиды, надпись «Сия гора» содержит на себе медные и железные руды, которые в ведомстве господина дворянина Акинфия Демидова, лежащие при сибирских его заводах, содействованы в ноябре 1728 года. В гнезда на поверхности пирамиды вставлены образцы руд из 40 месторождений. Их названия выгравированы на медных пластинках. Под номером один стоит высокогорский рудник – месторождение лучшего в свете магнитного железняка, разработка которого началась с 1721 года. Штуфы магнитной руды, подобные тем, которые находятся здесь, возле здания Краеведческого музея, тоже были гордостью династии Демидовых. Целая коллекция 76 магнитов, оправленных в медь и серебро, принадлежали им. В нашем музее такой природный магнит держит груз весом около 50 килограмм, а один из самых маленьких удерживает гвоздь с гилькой. Самый крупный, по свидетельству очевидцев, весом в 13 фунтов держал прицепленную к оному пушку весом в один путь. Население городов-заводов занималось производством железа. И ничего другого знать не хотело, кроме своих заводов. Их отцы и деды работали здесь еще во времена крепостного права, и многие должности передавались чуть ли не по наследству. Зато пригороды и поселки промышляли по части камней. Работали камни везде, но центром типичных уральских самоцветов была мурзинка, из копий которой представляли самоцветы на научно-промышленные выставки в Екатеринбург и дальше, в Москву, Париж и по всему свету. Каменной болезнью коллекционированием минералов занимались и любители. Один из них – Дмитрий Шорин, обладатель одной из лучших коллекций уральских минералов. Самородки, кристаллы, друзы, щетки, окатыши, ноздреватые почки, гладкие плитки – сокровища уральских гор, имеющие один недостаток – в лучших своих камнях. Огромную цену. В дню города 2000 в выставочном зале Краеведческого музея была открыта геологическая выставка. Камни уральского региона – топазы, кварцы, шерлы и другие минералы всегда находят своих ценителей. Все камни и подделочные, и драгоценные на Урале называют самоцветами. Кварцы – самый распространенный на Земле минерал. Вокруг нашего города их великое множество. Самый знаменитый – мурзинский аметист. А это празим – зеленый кварц. За вкрапление, напоминающее мох, он прозван маховик. А если этот же камень пронизан тончайшими иголочками асбеста, то это кошачий глаз. Пириты, пирос, огонь. Их часто принимают за золото. Несмотря на красоту, это вредная примесь железных, медных руд, а также золото. Его выжигают промышленным способом. Подделочные камни Урала, мрамор, радонит, перелифт, разновидность агата, мрамор. На этом образце видны окаменевшие остатки кораллового рифа. А это пейзажные яшмы с фантастическими картинами – лунные, морские, горные. Говорят, что порой встречаются точные изображения тех мест, где они найдены. Из драгоценных камней на выставке – голубые топазы. К сожалению, эти тяжеловесы имеют нестойкую окраску и со временем теряют цвет под воздействием солнца. Желтые гелиадоры – талисманы скорпионов. Эталон красоты по форме кристаллов. Самые красивые и крупные имеют свои имена. Розовые турмалины – рубелиты. Раньше они назывались сибиритами. Эти нашла крепостная девочка после дождя на дороге. Фантомы горного хрусталя. По ним можно прочитать биографию минерала, его роста, его природной жизни. Меняется среда, меняется раствор, в котором он рос. Все это отражается в его чистоте. Этому кристаллу несколько веков. И, конечно же, малахит – легендарный камень Урала. Его разновидности – тагелит, демидавит. К сожалению, эти исторические названия за камнями в науке не сохранились. А вот плисовый малахит – цвета молодой травы с бархатистой поверхностью. В сказах Бажова в платье из него была одета сама хозяйка Медной горы. Музыка камня – это для посвященных. Красота, колорит, внутреннее свечение минералов рождены вековой силой земли, взятой камнем день за днем в течение тысячелетий. С древнейших времен ювелирные изделия, амулеты, обереги изготавливались из самоцветов. И уральские – одни из самых достойных и красивых в этой плеяде. Урал одарен природою с особой щедростью. Нигде вы не встретите такого разнообразия минералов на сравнительно ограниченном пространстве и в таких мощных формах. Не поленитесь и сходите на выставку минералов Урала, чтобы своими глазами увидеть красоту нашей земли. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.